Мастерство деревообработчика, как и художника, создание икон. В этом уверен житель поселка Шамары. После резной мебели он решил взяться из-за убранства храмов. И теперь по заказу вырезает многометровые иконостасы. В мастерской художника по дереву побывала наш корреспондент Мария Колтышева. Под его руками дерево послушно превращается в цветы. К ним добавляются и гроздья винограда. Это можно было бы принять за обычную подделку. Но на самом деле Виктор Ковалев корпит не над чем-нибудь. А над царскими вратами для иконостаса Старообрядческого храма. Ранее он сделал для него и иконы. Иконы, я считаю, это уже как бы высшая ступень мастерства деревообработчика. Если он все остальное умеет делать, тогда берись за иконы. Эти врата отправятся в Невьянск. Но и Старообрядческий храм в поселке Шамары чуть ли не целиком украшен его работами. Настоятель признается, иконописцев много. А такие резные иконы – настоящая редкость. К тому же, это большая работа не только для храма, но и для самого человека. Иконописцев есть такое правило, когда ты пишешь икону или режешь, должен еще и поститься. То есть соблюдать пост. Это не простая работа, а духовная. И все это при том, что профессионально резьбе по дереву Виктор никогда не обучался. В молодости закончил политехнический институт по специальности электрические станции. Но по профессии трудился недолго. Говорит, очень быстро осознал, что его призвание – это работа с деревом. Любовь к этому у него с детства. Ведь его отец был плотником. Потому он и решил всего себя посвятить резьбе. Начал сначала с мебели. И потихоньку все у него стало получаться. Надо учиться на своих ошибках. То есть сделал плохо. Постарайся сделать лучше. И так, если есть стремление сделать лучше, то в конце концов получается уже прилично. И не стыдно показать людям. Заказы пошли со всей округи. Лестницы, двери, мебель. Каждая его работа уникальна. Настоящим произведением искусства стал и дом мастера. Все здесь он сделал своими руками. Вот эта лестница с резными перилами. И даже двери. Везде присутствует цветочный орнамент, как символ природы и жизни. Но мастеру всегда хотелось большего. И потому он взялся за резные иконы и целые иконостасы. И такой работы ему предстоит сделать еще много. В стране таких мастеров единицы. Сейчас Виктор планирует сделать новые хоругви для храма. А в будущем и украсить свод резными рамами для фресок. Мария Клотышева, Олег Потапов, Вести Урал.